Озвучено, много чего озвучили, все проблемы мы здесь обсудить сегодня не сможем. Проблемы в нашем государстве всегда были, но за последние три года в стократном размере они все проблемы ухудшились. Это все связано, почему здесь акцент ставят на то, что правительство неэффективно, это они доказывают каждый день. То, что говорите, вы, Марьяна, как выйти из кризиса, вот мы вот здесь сидящие, здесь три человека сидят, четыре, кто разрабатывал документ, план мероприятий, как нужно выйти из кризиса, предлагали публично. Но наше общество эти все вопросы не воспринимало, мы предупреждали, мы говорили, мы вообще в 20-21 году мы уже, вот Дмитрий Григорьевич открыто сказал публично, что это диверсанты в этой отрасли. После этого эта диверсия продолжалась, сегодня мы дошли практически до той ситуации, когда трудно уже вернуть на место то, что было, потому что здесь они системно вообще нарушили все, что связано с гидроресурсом, там нарушения, здесь, на везде. Чтобы это все сделать, здесь нужен настрой, настоящие управленцы нужны, эффективные нужны, чтобы вы понимали, Черномор-Энерго имеет план, свой план, имеет свой ход, который принят был кабинетом министра, потом дорабатывался с учетом новых цен, все это у них было. Но когда правительство приносило этот документ, они его не слышали. Что касается экономически обоснованного тарифа, я вам сейчас этот миф развею, вот просто простыми словами. Экономически обоснованного, знаете, каким образом, это политическое решение повышения тарифов. Экономически его обосновали на 15 страницах из-за того, что, вот им сказали, президент, премьер-министр, говорит, сделайте 2,70, а теперь под эту цифру они обоснование придумывали. И поэтому придумывали, я вам говорю, как это было, придумывали. А для чего они это делали? Для того, чтобы привлечь инвесторов, как они говорят, то есть продать энергетику, сделать предпродажную, когда машины старые продают товарные. Инвестиционно привлекательные, чтобы увеличивать, там инвесторы требуют, чтобы цена была такая, когда уже на это правительство наша согласилась, потому что там личные их интересы, они там будут, как говорится, вдоль этих предприятий, которые хотят у нас купить нашу энергетику, национальную энергетику. Я не боюсь этих слов, потому что я могу доказать их действиями, последствиями их решениями. Каждое их решение было опрометчиво, невозможно обосновать. Сегодня Черномор Энерго говорит правительству, не поднимайте тариф, у нас собираемость упала на 10%. После этого совещание у президента, они опять говорят, что надо еще больше поднять тариф. Мы же поднимаем, для чего это они все делают. Уже то, что мы предлагали, то, что мы их предупреждали, это все этапы прошли. Теперь мы понимаем, что эти люди целенаправленно хотят уничтожить наш единственный ресурс, который вообще мы право на развитие теряем, если у нас не будет своей энергетики. Они к этому подвели, потому что они не связывают свое будущее с нашей страной. У них все хорошо, и дальше будет все хорошо. Если мы их не остановим, вот подошли к черте, если мы их не остановим, то мы вместе вот так всей страной останемся вообще у разбитого корыта. А вот эти чиновники и их дети будут дальше жить, процедать, где они жили в принципе все свое время. Дома.